Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Здравствуйте, на связи Федор Васильев. Я продолжаю обозревать тему Woodmort. Это урок 49. В этом видео давайте разберем слайдер. Слайдер это смена картинок. Обычно туда вставляют какие-то аукционные предложения. Обычно это в интернет-магазине размещается на главной странице в самом верху. Мы с вами прошли уже большой путь. Много уроков. Точнее практически весь Woodmort разобрали. У нас остались именно виджеты. И как раз-таки главная страница пустая. И давайте посмотрим, что здесь можно сделать за счет слайдеров. То есть именно ниже меню. У нас отдельная вынесена вкладка. Вот здесь слайдеры. Давайте с нее начнем. То есть это вкладка от темы Woodmort. Если вы тему отключите и удалите, естественно, слайдеров здесь не будет. Здесь ничего нет. И вы можете создать разное неограниченное количество слайдеров для разных страниц или несколько слайдов на одной странице. Как угодно. Нажимаем добавить новый. Сначала создадим парочку слайдеров. Как-нибудь называем. Я назову слайд 1. Этот заголовок на сайте виден нигде не будет. Это только пометка для вас. Если слайдеров будет много, чтобы вы не запутались. Я его создаю, естественно, через Elementor. Нажимаю на кнопку редактировать в Elementor. Естественно, слайдеры мы будем создавать. А уже здесь получается все что угодно вы можете вставить в этот слайдер. Получается, что я здесь добавляю столько колонн, сколько нужно. Если это какая-то картинка, то просто картинка. Ну, давайте начнем с простого. Не будем сейчас усложнять. Возьмем простую колонку, одну колонку и просто добавим туда изображение. Я найду виджет именно Elementor и просто загружу какое-то изображение. Допустим, достаточно широкое. Ну, пускай будет панды. Далее я создал второй слайд. То есть перелиста не будет между ними. Там слайд 3, слайд 4. Сколько вам нужно в одном слайдере получается. И обязательно создаем категорию. Переходим в слайдеры. Вот здесь пишем название. Нажимаем добавить. Я назвал категорию 1. Естественно, в слайдерах, в каждом слайдере, я пометил, что это категория 1. У вас здесь будет пусто. Можете вот здесь нажать добавить. Название, добавить новый слайдер. То есть категорию добавить здесь можно для удобства. Также здесь могут быть настройки редактор слайдера. Это именно категории, да? Анимации смены слайдеров. И даже здесь видеть, как они перелистываются. Давайте посмотрим. Затухание. Вот такое перелистывание. И вот таким вот интересным эффектом. Адаптивный слайдер. Мы видим, что некая такая происходит адаптация. Дальше высота на ПК. Высота именно слайдера. Для планшета высота, для мобильного высота. Надо просто смотреть на устройствах, как это будет выглядеть лучше. Появляется новая вкладка. Контент расширить на всю ширину. Это видно здесь. Но это при условии, что вы делали в две колонки. В одной колонке картинка, в другой колонке текст кнопки. И также стрелки управления переключения. Стиль пагинации. Где выравнивание точек слева по центру внизу. Цвет. Включить автозапуск. И скорость автозапуска в миллисекундах. Начальная карусель при скроллинге. Опция полезна для повышения производительности. Если вы используете производительность внутри Woodmart, то лучше включить. Если вы используете сторонние плагины для оптимизации скорости загрузки сайта, то я бы не включал это. Значит, такие настройки задали. Обновить. Дальше. Еще в слайдах у нас также есть элементы управления. Именно когда вы уже в режиме редактирования элементов контент добавили, то вот здесь ниже вы можете видеть макет. Также здесь содержимое без отступов. Для слайда все на картинке здесь понятно, видно. Контент там во всю ширину. И также ширина для компьютерной, для планшета, для мобильной версии можно настроить. Также декстопная версия выравнивания контента по нижней границе, по центру, по верхней. Горизонтальное выравнивание содержимого тоже можно выравнить для разных устройств. Дальше может быть какая-то загрузка фона. Это как обложка, как содержимое, позиция. Это для планшета для мобилки или цвет. И настройки анимации. И ссылка на слайдер. Именно на первый этот слайдер, если ссылка куда-то есть, можно повесить здесь ссылку. Я повешу решетку, чтобы была заглушка. Открыть ссылку в новой вкладке. Я бы это сделал. И также скольжение сверху. Кстати, вот здесь вот видно по кнопке, как это будет происходить. Это мы, вот эти настройки, мы настраиваем только... Да, что-то ему ссылка не нравится. Давайте я вставлю свой же адрес. Это настройки именно первого слайда. И если вы хотите второй, третий, четвертый, пятый слайд, естественно, он будет с такими же настройками, то я бы рекомендовал. Вот вы слайд один сделали. Дальше я нажимаю дубликейт. Вот на эту ссылку дубликейт. Или вот дубликейт слайд. Если этой ссылки нет, я тут использую такой бесплатный плагин, о котором вы, возможно, не знали. Он называется пост дубликейт. Без настроек. Просто установил, активировал. После этого у меня в слайдерах появляется ссылка. Вот здесь вот дубликейт слайд. То есть вы один полностью настроили, сделали дубликат. Дубликат, сколько нужно. И уже зашли в эти дубликаты. Просто поменяли контент. И нам остается. То есть мы слайд сделали. Нам остается вывести это на главную страницу. На главной странице, как вы помните, у меня ничего нет. Здесь опять ситуация. Если вы используете вот такое меню, как у меня, на главный, оно сразу выпадает. Слайд, естественно, я хочу, чтобы он был до него. То есть мы можем сделать такую колонку, и тогда слайдер будет еще под меню. Меню будет его перекрывать. Но если вы здесь такое меню не используете, то можно использовать широкоформатный слайдер. Если вы используете, как у меня, то я бы рекомендовал, скажем, взять вот так вот две колонки и подвинуть вот примерно вот так за ползунок, раздвинуть одну колонку. И уже вот здесь вот по плюсу нажимаю, ищу в поиске слайдер, нахожу именно черный виджет. Это именно от Woodmart. И вот здесь теперь у меня доступна эта категория 1, где находятся два слайда. Выбираю. Вот так он у меня появляется. Здесь, конечно, можно поиграться настроечками, как будет лучше выглядеть. То есть вот у меня два слайда. По стрелочке. Вот они меняются. У одного есть эффект, снизу появляется. У второго слайда нет анимации. Конечно, здесь я на беглую руку показал. Здесь нужно играться в самом слайдере с отступами, чтобы на разных устройствах нормально смотрелось. Тут видим сильные отступы. Здесь вообще колонку я бы скрыл. Ну, верхнюю, которая не задействована. Ее можно просто скрыть во всех устройствах адаптивность, чтобы ее просто там не было. И слайдер. Там вы помните, мы видели на мобилке отступы там есть. Можно поиграться отступами, чтобы выровнять, хорошенько поднять слайдер к верху, не границы. И все это, но я вам базовый принцип показал, как выводится слайдер. Здесь останется ювелирная тонкая работа по настройке отступов, всяких размеров там и так далее. Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты. Простые и сложные. Дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов. Но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта. А значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса и Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно сел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное – решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации, возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне, и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю – услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok